Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Эти выходные праздновали дни города Москва, Самара. Свой праздник отмечала город Чапаевск. В этом году городу исполнилось 105 лет. В Самарской области не так много городов, которые могут гордиться такой богатой историей, какая есть у Чапаевска. Этот город внес огромный вклад в победу Великой Отечественной войны и что Самаре присвоено звание город трудовой боевой славы, это безусловно заслуга города Чапаевск и его жителей. Сегодня в этой студии о заслугах, достижениях и, конечно, о тех задачах, которые сегодня стоят перед администрацией. Я буду беседовать с главой городского округа Чапаевск Дмитрием Викторовичем Блынским. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Дмитрий Викторович, с праздником, с Днем города. Спасибо. Чапаевск, ну не могу не спросить, как прошли мероприятия. Много ли жителей пришли на торжество? Да, спасибо за вопрос. Это, конечно, так сказать, для нас День города это один из самых любимых праздников и долгожданных праздников. Именно в эти дни, в сентябрьские дни, считается, что основан наш город Чапаевск. Он прошел у нас 10-го числа, 10-го сентября, в субботу. Ну мы вот на точное число рождения, так сказать, не обращаем внимания, хотя это 15-го числа. Ну мы вот в субботу, так сказать, чтобы нам было было удобно, так сказать, люди отдыхают. Немножко нам помешал, конечно, дождь, был дождь, но... Говорят, хорошая примета, когда в такие праздники идет дождь. Не знаю, как для жителей, значит, в дождик, вот, мероприятия стоят, но тем не менее, как всегда, площадь была заполнена, значит, свободных, как говорится, мест не было. Впервые в город приехал губернатор именно для поздравления. Он четвертый раз уже в городе был, но для поздравления жителей именно с днем рождения города вообще первое лицо Самарской области приехало впервые. У нас были и покруче юбилеи перед этим, но тем не менее, так сказать, вот первое лицо нашей области, губернатор Николай Ильич Меркушкин приехал впервые и со сцены поздравил нас, всех жителей и гостей города Чапаевска с этим праздником. Более того, я не знаю, вот, не буду говорить это впервые, но мне кажется, что нашему городу губернатор вручил знак, который называется «75 лет парада в Куйбышеве». Мне кажется, городу это вручено впервые. Уже вручались, значит, такие награды, медали ветеранам войны, заслуженным людям и учреждения вручались. А вот мне кажется, городу это впервые такой знак почетный, очень значимый, вручен впервые нашему городу. Нам очень приятно, и для нас это очень важные и значимые события. Мы с вами не первый раз в студии разговариваем, мы всегда говорим, и вы всегда подчеркиваете, что да, действительно большой вклад, так сказать, в наш город в дело в победу в Великой Отечественной войне. И после Великой Отечественной войны на протяжении 10-15 лет мы благодаря нашим, так сказать, предприятиям, которые не только боеприпасы обычные выпускали, это был какой-то баланс сил, так сказать, который мы после войны наращивали производство боеприпасов. Конечно, наверное, город Самара, которому тоже 11 числа было вручено звание «Город трудовой и боевой славы», наверное, это заслуженная награда. Но справедливости ради я могу сказать, что у нас единственный город, который в начале войны уже был готов выпускать боеприпасы. Мы же говорим все время, и на этом знаке, знаке 75-летия парада на площади Куйбышева в городе Куйбышеве, там самолет Ил-2, но Ил-2 в это время не выпускался. Только в ноябре перевезли сюда завод 41-го года. А это были самые тяжелые для страны вообще время. Уже к Москве подходили вообще немцы. И все заводы, которые попали в оккупацию под немцев, были, это в Шостке был завод, под Москвой, под Ленинградом, они были эвакуированы и еще не начали свое производство. А наше производство работало круглосуточно, с большой нагрузкой. И, конечно, тоже наш вклад был такой серьезный. Я могу сказать, что есть историческое подтверждение тому, что во время Сталинградской битвы почти все боеприпасы поставлялись на фронт Сталинградского фронта. Но это тоже логично. Рядом, во-первых, здесь небольшое расстояние. Ну и там, конечно, была Великая битва, где, конечно, без боеприпасов нельзя было говорить о какой-то победе. Губернатор на площади поздравил, вручил этот знак. Конечно, жители с благодарностью это приняли. И, значит, это действительно, знаете, я как говорю, мы с вами всегда говорим, да, мы говорим, что город такой, 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 заслуженный, большой вклад внес, но наград-то городу не давали. И впервые... Да, для вас был двойной праздник, конечно. Да, и впервые губернатор, так сказать, вот такой знак вручил. Для нас это, конечно, почетно, уважительно. И то, что внимание к нашему городу, так сказать, вот было особое, и, конечно, нам, как жителям города Чапаевска, конечно, было очень приятно. Дмитрий Викторович, ну, Николай Иванович Меркушкин отметил, что в последние годы Чапаевск очень серьезно меняется в лучшую сторону. Он становится красивым, чистым, сказал губернатор. А вы в своем ответном слове сказали, что всегда можете положиться на чапаевцев. Ну, а я хочу спросить вас сейчас вот о чем. Как живут жители Чапаевска? Какая сегодня у них жизнь? Я уже должен отвечать, как житель города Чапаевска. В том числе. В том числе. Ну, конечно, благодаря поддержке правительства, конечно, благодаря поддержке губернатора, вы знаете, новые условия финансирования, то есть именно при выполнении, так сказать, определенных, значит, заданий, которые прописаны всем, одинаковые для всех городов. И при выполнении, так сказать, мы получаем дополнительно стимулирующие субсидии. Это пришло вот недавно, вот сколько губернатор у нас работает, вот это, так сказать, его идея. И у нас появилась возможность зарабатывать деньги, работая хорошо. Это, во-первых, стимулирует нас хорошую работу, потому что все показатели значимые, это и средний заработной платы, и безработицы, и объем производства, и собственные доходы, так сказать. Это самые важные, самые необходимые, так сказать, показатели, по которым, в принципе, живет, так сказать, и город. У нас были первые года, когда мы начинали работать, вот получая такие стимулирующие субсидии, мы получали, я уж не буду называть цифры, чтобы не расстраивать моих коллег, но мы получали достаточно, зарабатывая, зарабатывая, так сказать, средства, мы на эти деньги очень много вопросов в социальных решениях, очень много. У нас не было и техники, достаточной для уборки, для территории, для вывоза, не было возможности, значит, для собственного строительства. Мы в том году, вот губернатор при приезде посещал нашу школу искусств, мы новую построили за свои деньги, за деньги, которые мы заработали. Школа искусств, где обучается сейчас 530 детей. Значит, губернатор оценил это положительно, вот этот объект, современный, хороший, и он нам был необходим. До этого у нас в бараке была, значит, художественная школа, так сказать, музыкальная школа, там... Без соответствующих условий, конечно, да? Да, да, такого барачного типа, так сказать. Это вот... и люди это видят, люди это видят. Мы за этот период ликвидировали аварийное жилье приблизительно 25 тысяч метров квадратных. Это больше, чем полутора тысяч человек, так сказать, мы из бараков переселили, так сказать, в нормальное, в новое, значит, жилье. Это тоже вот благодаря, так сказать, поддержке, конечно, правительства. Конечно, так сказать, мы сегодня... Справедливости радио надо сказать, что мы сегодня зарабатываем только 30-40% от того, что нам нужно. Все остальное, 60-70% мы получаем в виде разных поддержек с областного бюджета. Субсидии, субвенции, значит, стимулирующие субсидии и так далее. И вот благодаря этому у нас в последние годы серьезное, так сказать, увеличение. Мы собственные доходы увеличили порядка, чуть не в два раза увеличили собственные доходы. Ну и благодаря поддержке губернатора и правительства, так сказать, мы... Увеличивается качество жизни жителей Чапаевска. Ну, давайте поговорим не менее знаменательной дате Чапаевска, 100-летие физкультурного движения. Я знаю, что по инициативе Департамента физического культуры и спорта администрации городского округа Чапаевска начата работа по созданию музея спорта. Вот почему такое пристальное внимание уделяете? Ну, знаете, вот это же одна из самых главных составляющих физической культуры и спорта. Это одна из самых главных составляющих, вообще, так сказать, жизни города. Ну и в частности, это... Это профилактика здоровья, в конце концов. Значит, мы часто сейчас ведь говорим с вами, да, значит, о качестве жизни, о продолжительности жизни. К сожалению, она у нас не такая высокая. Мы, наверное, находимся среди всех стран на 120-м месте нашей России приблизительно. Но демографическая ситуация в Чапаевске улучшается с каждым годом, насколько мне известно. Да, и смертность мы уменьшили, и рождаемость увеличилась. Значит, но если мы про физкультуру и спорт говорим, то это как раз профилактика здорового образа жизни. И то, что мы вот к таким мероприятиям относимся с большим уважением и со значимостью с большой, это для того, чтобы и у детишек, и у людей, и взрослого, и среднего поколения привить любовь к физической культуре спорта. Нам нужно понимать, что вот как раз это один из элементов профилактики здоровья. Если мы будем с ранних лет, с детского сада, со школы, на предприятиях, значит, будем уделять этому внимание, я уверен, что на качество жизни и на продолжительность жизни это обязательно сыграет свою положительную роль. Слишком маленькая продолжительность, сейчас мы говорим по повышению уже пенсионного возраста, понятно, экономика, так сказать, заставляет нас об этом говорить. Поэтому мы вот этому празднику уделили особые, так сказать, значения, проводили мероприятия общегородское, так сказать, и соревнования проводили. Медвирик Ильич, ну вы сами в прекрасной физической форме, спортом занимаетесь, тем самым подавая пример чпоевцам. Спасибо, что вы оценили мое здоровье как хорошее, спасибо вам большое. Конечно, вот регулярно и нормально занятий спортом мне просто физически времени не хватает, но элементарно, как там физическую зарядку, прогулки, ходьба, конечно, я это, так сказать, обязательно выполняю. Более того, могу сказать, что при любой, так сказать, возможности я хожу пешком домой, это минут сорок я иду пешком, вот для моего возраста это уже хорошо, так сказать, ну и то, что утром делаю зарядки, но я подпитываюсь морально и духовно, наблюдая, как наши спортсмены, значит, занимаются. Это ведь тоже, так сказать, вот влияет на психологическое состояние, на эмоциональное состояние. А я досмотрел, Дмитрий Викторович, и, кстати, даже не могу, да, не задать вам вопрос. Вот ваше отношение, наша сборная не смогла участвовать в паралимпийских играх, а вот скажите, чпоевцы, может быть, принимали участие, вот как сложилась их дальнейшая судьба? Да, значит, у нас в этом году на эти паралимпийские игры отобрались две спортсменки. Вы знаете, у нас есть Николь Радамакина, которая, она паралимпийская чемпионка в Лондоне, она занимала в Пекине второе-третье место, была, вот еще раз повторю, чемпионкой олимпийских игр. Она многократная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, я уж теперь не могу сказать, сколько раз. Она участвовала, и она отобралась на Олимпиаду. И еще одна у нас девочка, Вероника Доронина, она, ну, так называемый бег на колясках, то есть она, так сказать, у нее, когда не руками, она, вот участвуя сегодня в Подмосковье, вот в наших, будем говорить, играх паралимпийских, которые проводили в Подмосковье, она на 100 и на 400 метров стала победительницей. Какой результат с Олимпиады, я думаю, сейчас паралимпиада закончится, мы будем знать, какие результаты были у чемпионов, у вице-чемпионов вот в этих видах спорта, а Радомайкин у нас прыгает в длину и бегает 100-400 метров. Значит, посмотрим и сравним результаты. Как бы мы выглядели, как бы наши девочки выглядели вот на паралимпиаде. Время есть зафиксировано, результат есть, так сказать, ну, посмотрим как. Значит, у меня есть впечатление, что Доронина, так сказать, хороший результат показала в беге вот на колясках, так сказать. Я думаю, что вот она бы могла претендовать, значит, на лидерство, на чемпионство в паралимпических играх. Значит, что касается нашей Радомайкиной, она вот на этих играх, ну, у нее был заступ там и пробежка, у нее в зачетный результат не пошел, но она физически очень готова хорошо, так сказать, и мы надеемся все равно, так сказать, это вот наша звезда, которая, так сказать, не раз еще на мировом уровне покажет свой результат достойный. И свои таланты. Я не могу не спросить, также к вопросу о спорте. Как развивается проект крытого катка с искусственным льдом? По информации на его строительство из областного бюджета планируется выделить более 194 миллионов рублей, а в общем составляет 350 миллионов рублей. Дмитрий Викторович, поделитесь. Это вообще вот наша долгожданная мечта. В городе иметь ледовый крытый каток круглогодичный. Это вообще наша мечта. Никогда понятно, мы даже несколько лет назад, может быть, об этом и не мечтали, потому что у нас элементарных полей не хватало, плоскостных, как их называют в сооружении, объектов спортивного назначения просто не хватало. И поэтому первые шаги, которые мы делали, именно обеспечить этим доступность, так сказать, спорта. У нас сейчас работает хороший бассейн, самый спорткомплекс, где два бассейна, три зала. У нас достаточно, так сказать, тренажерные залы. Для... Новый ФОК мы построили, наверное, два года, три года назад. Значит, то же самое, современное оборудование. Сейчас мы вот этим удовлетворены, но, конечно, хочется большего. И в качестве подарка, когда приезжал губернатор 10-го числа, конечно, так сказать, он не мог без подарка... На день рождения. На день рождения. И мы знаем, с каким уважением он относится к нашим жителям, к жителям нашего города. И был дан старт, начало строительства ледового катка. Это будет находиться здесь же, у нас недалеко от центра, рядом со спортивным комплексом «Луч». Правильно вы сказали, сейчас уже экспертиза прошла предпроектной подготовки. То есть определена стоимость, изыскательные работы проведены, значит, уже. И начало строительства ожидается в ближайшее время. Окончание строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году. Стоимость 350, как вы правильно говорили, по экспертизе, так сказать, это прошло. Ну, это... Такие комплексы есть у нас в Самарской области. Есть специалисты, которые, так сказать, строят. Я надеюсь, что это произойдет быстро. И вот 2018 год вроде большой. Нам хотелось, конечно, чтобы это произошло до лета уже 2018 года. Чтобы летом, в 2018 году, наши детишки... Мы готовимся к этому. У нас... Мы пригласили в город, и сегодня у нас есть профессиональный тренер по фигурному катанию, который будет заниматься мальчиками и девочками обучать фигурному катанию. То есть мы готовимся... Будет расти в новых чемпионов. Я уверен, что через какое-то время мы увидим наших чемпионов где-то на мировом уровне. Дмитрий Викторович, мы, как с вами уже сказали, что... И это очень радует, что в Чапаевске растет рождаемость. В прошлом году составила почти тысяча малышей. Действительно, вот в настоящее время очереди в детских садах правда ли, что в группу от трех лет она отсутствует. Но ведь скоро встанет и нехватка. Вот, к примеру, в школах. Расскажите об этом. Вы правы. Потому что, действительно, сейчас рождаемость у нас последние три года около тысячи человек. Ну, может, разные годы чуть-чуть меняется, так сказать. Но это для нас... Это вот последние годы, это серьезная рождаемость. Значит, потому что до этого было 500-600 детей. Практически наполовину, да, на 40-50% стало больше. И учесть, что сегодня у нас детские садики заполнены. У нас нет очередности, да, но нет очередности, потому что и детей рождалось меньше. Сейчас буквально через год, через два... Баланс установлен. На следующий год уже вот эти детишки, которые родились там 2-3 года назад, так сказать, придут, им большее количество, так сказать, мест нужно. И мы это понимаем. Мы это понимаем, что, в первую очередь, ну, справедливости ради сказать, что сегодня от нуля до трех мы тоже испытываем уже проблему от нуля до трех. Вот. И мы с губернатором на эту тему тоже говорили. Губернатор поддерживает нас, и я уверен, что, так сказать, поможет в том, чтобы мы уже на следующий год начали строительство нового детского сада. Сада. Да. Мы рассчитываем, что это будет 200-240 мест, садик. Значит, рассчитываем, что это будет повторного применения проекта, чтобы подешевле и побыстрее это было детское. С местом мы определились уже, значит, землю оформили, все как положено. Я надеюсь, что на следующий год мы... Это будет вот первый шаг к тому, чтобы, значит, как-то разгрузить детишек, разгрузить, чтобы обеспечить местами в детских садах, в том числе от нуля и до трех. Ну, и впоследствии, конечно, когда понадобятся новые места в школах, с этим проблема решится. Вот что предпринимается властью уже сейчас, Дмитрий Викторович? Да, да. Правильно вы говорите, что через 7 лет, которые ждут сегодня, через 7 лет, они пойдут в школу. И у нас тоже, мы прогнозируем тоже определенную проблему с обеспечением детей, учеников в школах. Потому что мы сегодня уже в одном районе имеем 240 детишек, вторую смену. Уже, так сказать, нагрузка есть. Значит, могу сказать, что несколько лет назад, ну, наверное, 6 лет назад, мы начинали разрабатывать проект, он в какой-то стадии, у нас уже отработан, но прекратили по той причине, что, вот помните, там, в 2008 году кризис у нас, так сказать, и мы его проект до конца не сделали, в какой-то части мы его сделали. Мы его сейчас опять возобновили, мы его сейчас, то есть там привязана земля, там есть у нас, так сказать, первоначальные какие-то проработки, так сказать, есть уже. Мы сейчас уже ставим задачу перед собой, чтобы в течение этого года, начало того, чтобы определиться нам, так сказать, вот с этим проектом, что нам необходимо для того, чтобы уже, так сказать, обновить, провести вновь экспертизу. И тоже будем решать, тоже, конечно, в планах у нас строительства новой школы. Это тоже очень важно, очень важно, учитывая, что, ну, наверное, последние 30 лет мы не строили, это не детские сады, не школы, и учесть, что у нас есть школы, которым под 100 лет физически уже износ, понятно, так сказать, мы их ремонтируем, мы их содержим, там нормальные условия созданы для, ну, мы понимаем, что современных условий мы там создать для обучения не сможем. Нам нужно тоже строить новые школы обязательно. Ну, новое оно всегда новое, оно и приятнее. Дмитрий Викторович, не могу также не спросить вас, а как сейчас выглядит город Чапаевск с инвестиционной составляющей? Вот насколько город на сегодня привлекательен для инвесторов, скажем, или вот какие проекты уже выполнены, а может быть заключены новые договора? Наверное, это вопрос важнее всех остальных. Можно было бы начинать обсуждать вот нашу сегодняшнюю встречу именно с этой, потому что экономика во голове всего. Работают, есть налоги, есть доходы, как в городе, как в области, так и в стране. Тогда, так сказать, отсюда все вытекает, и можно и строить, и развиваться, и так далее, и так далее. Значит, все это налоги. Все мы и школы, и детские сады, и спорт, и культура, это структуры, которые, так сказать, работают на налоги, на доходы, которые мы получаем местный бюджет. И, конечно, вы правильно говорите, что это вот основа вообще нашего города. Вы знаете, мы с вами уже неоднократно об этом говорили, что первый такой удар по нашему городу, это конверсия была. Наши все заводы, это заводы военно-промышленного комплекса, значит, один завод закрыт совсем, который производил химические боевые отравляющие вещества. Значит, эти заводы, другие снаряжающие, производящие, значит, боеприпасы, тоже потерпели серьезное, так сказать, вот сокращение объемов. И, конечно, мы вот в тот момент очень серьезно, так сказать, потеряли много рабочих мест, безработица была высокая. Потеряли мы доходы и бюджет, мы не могли нормально содержать ни школы, ни детские сады. Тяжелое было время. Очень тяжелое было время, и, конечно, так сказать, вот мы понимали, что не развивая экономику, не строя новых производств, новых заводов, конечно, мы обречены на гибель. И первое, чем мы, конечно, так сказать, на что мы обратили внимание, чем мы стали заниматься, это, конечно, так сказать, создание новых производств, развитие экономики города. И у нас уже построены, работает одно из предприятий, самарская кабельная компания, которая производит жгут и проводов для автомобилей. По численности это приличное предприятие. Сейчас там работает 930 человек. Они по году, наверное, выпустят продукции больше, чем на полтора миллиарда рублей. Это отчисления, это налоги. И самое главное, людям есть, где работать. Сегодня, я могу сказать, мы даже не обеспечиваем те производства, которые есть, людьми, так сказать, которые проживают в городе. То есть нехватка еще, да? Да, нехватка. Рабочих мест, рабочих рук. Да, могу вам сказать, что с близлежащих районов к нам ездят на работу. С Безенчука 80 человек ездят, автобус специальный возим на это производство. С Самарой ездят высококвалицированные специалисты, понятно, это уже нет. А вы говорите, кризис. В Чапаевске нет кризиса. Приезжайте работать в Чапаевск. Дмитрий Викторович, если по этому вопросу все, у нас просто время бежит неумолимо. Все-таки очень важный вопрос хотелось бы задать вам про дороги, потому что вот у нас в Самаре это очень больной вопрос. Дороги строятся, и вот самарцы набрались, я думаю, терпения и дождутся все-таки новых дорог. Но вот как у вас дела обстоят с ремонтом дорог? Что сделано в этом году и что планируется в следующем? Спасибо за вопрос. Но я бы не сказал, что в Самаре катастрофическая ситуация. Я, может быть, не по всем дорогам езжу, но вижу, что... Вот сейчас к вам ехал, значит, партизанская, отремонтированная улица. Совсем недавно я по ней ездил, так сказать. Поэтому в Самаре тоже видно улучшение и видно, так сказать, что дороги ремонтируются. Конечно, нельзя сравнивать объем нашего города и Самары. Тем не менее, так сказать, я должен сказать, что дороги видно мне как простому, так сказать, будем говорить, автомобилисту или пешеходу, видно, что дороги стали строиться лучше и больше. Стали строиться, а не ремонтироваться. Да, стали строиться, да. Значит, у нас в этом плане, так сказать, мы не испытываем большую беду по дорогам. Говорят же, беды две, да. У нас вот с первой бедой с дорогами все нормально, со второй, может быть, похуже в городе. Значит, а с дорогами нет сейчас больших проблем. Значит, все дороги, которые... Школьные маршруты, автобусные маршруты, они в хорошем состоянии все. Наверное, меня могут покритиковать жители частного сектора и сказать, что недостаточно мы там делаем дорог, так сказать. Ну, делаем. Мы ежегодно по 20 тысяч тонн щебенкой только развозим по дорогам. Там про асфальт разговора нет, там хоть бы с твердым покрытием сделать. У нас частного сектора еще достаточно. Делаем тоже ежегодно на очень большие суммы, так сказать. Мы ежегодно на это тратим под 100 миллионов рублей на строительство, на ремонт дорог, на содержание дорог. Это, конечно, для нас очень большая исключительность. Да, это серьезная цифра, конечно. Да, если мы сами всего зарабатываем 400, понимаете, какие. Но жалоб и претензий сегодня со стороны, так сказать, населения, со стороны водителей у нас нет. Приглашаю вас на своей машине, чтобы вы проехали, вы убедились, что нет у нас проблем таких. Оценить дороги Чапаевска обязательно, Дмитрий Викторович. Ну что же, время наше подошло к концу. Хочу поблагодарить вас за те новости, с которыми пришли поделиться сегодня для жителей Самары о новостях Чапаевска. Еще раз поздравляю вас с праздником, с днем города. Ну и по традиции программа «Заключительное слово». Что бы хотели сегодня пожелать всем жителям нашей губернии, Дмитрий Викторович? – Прежде всего, конечно, я хочу пожелать жителям нашего города, нашего любимого города, моего любимого города. И учитывая, что вот сегодня в эти дни празднуется 105-летие со дня рождения, конечно, всем здоровья. Я очень хочу, чтобы все наши жители не только Чапаевска, но и Самарской области были счастливыми. Всем я желаю добра, развитию нашей Самарской области, развития нашего города и процветания. Спасибо. – Спасибо большое на добром слове. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». И сегодня гостем студии был глава городского округа Чапаевска Дмитрий Викторович Былзовский. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова